здравствуйте дорогие друзья цель сегодняшнего тренинга это освоение вами скрытых приемов психологического программирования при ведении деловых переговоров задача освоить эффективную работу голосом невербальными сигналами и некоторыми другими приемами и методами оговорюсь сразу все эти приемные способы не относятся к психолингвистики к нейролингвистическому программирования относятся к разделу закрытых авторских наработок кое-что из этих технологий использовалась специальными службами различных стран и народов разное время кое-что не использовалось даже и прослушав поняв вы сможете легко научиться управлять собеседником при ведении переговоров любой степени сложности с чего начинается психологическое воздействие прежде всего она начинается с вашего облика поэтому готовясь к переговорам если они достаточно серьезные и сложные и рекомендую подбирать имидж под конкретные переговоры каждые конкретные переговоры должны формировать ваш новый имидж ваш новый образ при сохранении общей основы детали должны безусловно меняться запомните если вам предстоит убеждать что будет идеально если вы будете ваша ваша одежда будет доминировать черный цвет черный цвет это символ авторитарность неприятие чужих мнений и всемирного посеместного навязывания своего собственного если вы собираетесь повлиять на психику людей внесите обязательно красный цвет красный цвет неосознанно воспринимается как вами же как элемент агрессии если вам предстоит противостоять психическому давлению которые будут на вас оказывать рекомендую цвет серый если вы собираетесь подстроиться к собеседнику и в чем-то его убедить пусть в вашей одежде обязательно присутствует белый цвет это первое первый очень важный хотя и небольшой по объему момент запомните имидж подстраивается под конкретные переговоры следующий раздел более универсальный это темп вашего голоса управление переговорами скрытое психологическое программирование посредством использования разных голосовых режимов влияние на собеседника через разные темпы голоса по разному подобранной интонации это уже относится к управлению процессом переговоров как известно 40 процентов восприятия направлено на то как человек выглядит и держится 40 процентов на то как он говорит только лишь 20 процентов собственно на то что он говорит искусство управления управление любыми деловыми переговорами это прежде всего использование скрытых программ если вам удалось перехватить инициативу скажем понизив темпу голоса убедили своего собеседника с высоких тонов снизить темпу голоса до почти вашего вы увидите как легко он начинает перенимать и вашу позицию в переговорах тоже если вы убедили собеседника выполнить несколько сигналов подобно дрессировкам великого внутрого ученого Ивана Петровича Павлова то и в дальнейшем ваш собеседник будет выполнять ваши команды например в завершении переговоров вы сделали небольшое движение как будто вы хотите встать из-за стола а потом вернулись на прежнее место ваш собеседник сделал рефлекторное движение повторяющие ваши то есть он тоже начал вставать из-за стола дабы не оказаться за ним за ним одному после этого вернулись прежнее положение собеседник тоже возвращается в прежнее положение через некоторое время вы можете повторить этот эксперимент и опять вернуться в прежнее положение если вы взяли под контроль вот этот рефлекс собеседника и продолжаете беседу вы увидите как быстро и легко его модель поведения окажется под вашим контролем таких приемов действительно много существует масса невербальных приемов психологического давления приемов которые вроде бы не бросаются в глаза но тем не менее являются необычайно эффективными именно ими захватывается контроль над ситуацией именно этими приемами захватывается сознание собеседника именно с этих неприметных неброских невербальных сигналов и начинается контроль поведения собеседника при ведении переговоров также необходимо научиться защищаться нужна система психологической защиты потому что процессе переговоров нередко на вас начинает оказываться психологическое давление это делается в том случае если ваш учая второй участник переговоров хочет что-то потребовать от вас или наоборот навязать вам что-то в любом случае на вас будет оказываться психологическое давление большинство переговорщиков даже прошедших всевозможные тренинговые подготовки дилетанты по части оказания психологического давления но очень важно научиться защищаться даже от таких дилетантских форм и попыток психологического воздействия суть защиты находится в следующем реакцентация внимания вы реакцентируете свое внимание с воздействия вашего собеседника с попыток манипулировать вами на совершенно посторонние действия а затем входя в нужное психологическое состояние сбиваете любое психологическое давление которое пытается оказывать на вас собеседник и так начнем сначала трембор вашего голоса существует несколько голосовых режимов и два интенсионных параметра вообще голосовых режимов существует 18 из них ведущими являются 12 из них основными 6 вам для успешного введения самых серьезных переговоров самого высокого уровня вполне хватит трех и так будьте внимательны первой голосовые режима это мягкий давящий сугестивный голос вы говорите и речь ваша бьется легко плавно и свободно вы говорите искусственно понижая голос вы говорите делая свой голос подчеркнуто ровно вы говорите подчеркнуто расслаблено и подчеркнуто Это свободно. Это первый сугестивный голосовый режим. При этом вы можете усиливать его воздействие невербальными сигналами. Например, каждый раз, когда вы говорите что-то, действительно, на чем стоит акцентировать внимание, вы слегка наклоняетесь к собеседнику и киваете. А затем снова отодвигаетесь от него. Таким образом вы используете великолепную формулировку первого голосового режима. Вы используете его в полном объеме. Вы используете его именно так, как его нужно использовать. Надеюсь, вы узнали политического деятеля, нередко использующего именно такую модель поведения. Нередко использующего именно такой тембр голоса. Нередко использующего именно вот эту манеру разговора. Это высокоэффективная модель. Модель предназначена для снятия психологических барьеров, препятствующих эффективному общению при переговорах. Например, если ваш темп голоса более высок или голос более напряжен, собеседник начнет дистанцироваться от вас, отодвигаться, закрываться, брать какие-то предметы в руки. Если же наоборот вы говорите ровным и свободным голосом в первом голосовом режиме, периодически слегка наклоняясь к собеседнику и кивая, а затем отодвигаясь, возвращаясь в прежнее положение, ваш собеседник начнет раскрываться и тянуться к вам. Вроде бы очень простая техника, но попробуйте и вы увидите, насколько она эффективна. Второй голосовой режим предназначен для эффективного психологического давления. Второй голосовой режим идет в перемешку с первым. Второй голосовой режим имеет более давящий характер. При использовании второго голосового режима используются давящие жесты. При использовании второго голосового режима используется немножечко иной наклон корпуса вперед. При втором голосовом режиме используется форма, общий фон оказания психологического давления. Но, чтобы не вызвать противодействия у партнера при переговорах, вам необходимо периодически снова возвращаться к первому голосовому режиму и снова возвращаться к модели при первом голосовом режиме. Тогда чередования первого и второго голосовых режимов будут высокоэффективны, как инструмент продавливания психического сопротивления вашего собеседника. Третий голосовый режим. Я бы порекомендовал его для того, чтобы акцентировать какую-либо мысль. Вы беседуете в первом голосовом режиме, а затем неожиданно, акцентируя внимание собеседника акцентирующим жестом, переходите к третьему голосовому режиму. И снова сбрасываете накал своей речи до второго голосового режима, а затем возвращаетесь к первому. В этом случае, чередуя эти три голосовых режима, вы сможете продавить психику вашего собеседника. Кроме тех случаев, когда вы будете нести откровенную чушь, во всех остальных случаях ваш собеседник будет находить в ваших словах какую-то высшую мудрость, даже если ее там не было. Ваш собеседник будет прислушиваться к вам. Так используются три основных голосовых режима. Три самых важных голосовых режима при ведении деловых переговоров. Если в переговорах участвуют особи противоположного ума, здесь я бы рекомендовал использование еще одного очень важного голосового режима, несущего высокую смысловую нагрузку, эмоциональную нагрузку. Это четвертый голосовый режим. Его еще называют эротическим голосовым режимом. Это мягкий, вкрадчивый голос. Вы говорите о тех же приметах, о которых вы говорили в самом начале, переговоров. Только неожиданно делайте свой голос очень мягким, вкрадчивым. Держите на лице легкую полуулыбку. Не такую, чтобы можно было удивиться, отчего это вы вдруг разулыбались. Но мягкая полуулыбка, наполненная превосходством. И мягкий тембр голоса, мягкий и вкрадчивый, мягкий и вкрадчивый тембр голоса. Тогда ваш собеседник, ваша собеседница, в зависимости от того, кто выполняет технику мужчины или женщины, будут испытывать внутреннее волнение. Вы будете сбивать все психологические программы с использованием этой технологии. Основана эта технология на самых простых явлениях психики, на самых простых мотивациях. Это и есть четвертый голосовый режим. Он используется в сочетании с мягкими округлыми жестами. Мягкие округлые жесты придают четвертому голосовому режиму сбивание всех мыслимых и немыслимых установок в психике. Если вы беседуете с противоположным полом, если вы ведете самые серьезные, самые важные переговоры, мягкие округлые жесты в сочетании с четвертым голосовым режимом, приведут к смешению всех психологических программ. Приведут к тому, что особи перестанут логически мыслить, эти особи, с которыми вы ведете переговоры, будет сброшена критичность. И ваши слова будут восприниматься без выраженной критичности. Итак, запомните, темп голоса всегда должен соответствовать положению тела. движением или жестом, должен соответствовать тембр голоса, или резким пластическим переходом, или мягким округлым жестом. То есть, каким бы голосом вы ни говорили, подстраивайте пластику своих жестов под этот тембр голоса. Невербальные приемы и способы психологического давления на собеседниках и введения демоновых переговоров. Один из самых эффективных способов невербального психологического давления – это использование положения тела, использование микродвижений и движений рук, использование некоторых подручных предметов, которые будут вызывать подсознательные ассоциации. Если вам нужно сбить напор собеседника и прослабить его, может быть, сбить его с его хода мыслей и повернуть переговоры в ту сторону, которая необходима вам, я настоятельно рекомендую жесты психологического давления. Первое движение. В процессе переговоров вы держите на лице мягкую полуулыбку. То есть, вы улыбаетесь собеседнику. Несмотря на психологическое давление, которое он оказывает на вас, несмотря на то, что ситуация может совершенно не располагать к улыбке, вы улыбаетесь. Через какое-то время, в момент, когда натиск вашего собеседника немного слабеет, вы вдруг убираете с лица улыбку и нахмуриваете брови, слегка опуская голову. Держите это положение несколько секунд. Можете слегка наклонить голову в бок. А затем снова возвращаетесь к прежнему положению. За какое-то время ваш собеседник будет находиться в легком ступоре. Что он сказал такого, что вызвало неожиданно вот такую вашу реакцию? А затем снова возвращаетесь в прежнюю легкую полуулыбку и прямой взгляд. Вообще, полуулыбка, легкая полуулыбка и прямой взгляд имеют колоссальную смысловую нагрузку. На сознательный уровень полуулыбка и прямой взгляд в глаза воздействуют на собеседника как проявление дружелюбия, доброжелательности, открытости. Но на подсознательный уровень воздействие совершенно иное. Человек – это человек только в своем сознании, на подсознательном уровне. Человек – такое же высшее животное, как и все высшие животные. Улыбка подсознательно ассоциируется на животном подсознательном уровне с оскалом. Прямой взгляд в глаза – это агрессия и вызов. Но человеческий сознательный уровень смещает это подсознательное животное восприятие. И улыбка, и прямой взгляд в глаза – это проявление открытости и дружелюбия. Запомните, это очень мощное оружие психологического воздействия. Сброс улыбки, нахмуренные брови, поворот головы несколько в сторону, небольшой наклон головы – это сбой сознательных программ. Подсознательное – это воспринимается как готовность к бегству. То есть у всех представителей высших животных, а также это в подсознании человека, нахмуренные брови, опущенная голова, слегка отведенная в сторону, легкий поворот корпуса в сторону – это готовность к бегству, к панике. А затем снова включается в действие программа агрессивности и вызова. Опять-таки на человеческом плане программа дружелюбия и открытости. Достаточно два или три раза в процессе изложения вам, собеседникам, своей точки зрения по поводу переговоров сделать вот такое движение и опять вернуться к прежнему положению, чтобы все программы вашего собеседника, все программы, которые он осознанно или неосознанно пытается заложить в вас, потеряли всю свою силу. Более того, собеседник ваш начнет ощущать себя неуверенно и начнет искать какие-то ошибки и недоработки в своих собственных программах. Как только вы этого добились, ваш собеседник готов воспринимать то, что будете говорить вы. Следующее движение, следующая форма невербального воздействия – это жесты ваших рук. Если вы заметили, то все время ведения нашего занятия я практически не отрываю руки от стола. Потому что как только вы отрываете от стола руки, вы автоматически начинаете воздействие на собеседника. Воздействие может быть как неосознанным, когда жесты отражают состояние человека, так и осознанным, когда жесты направлены на то, чтобы вызвать собеседника определенное состояние. Неосознанные жесты. Когда человек чувствует неуверенность, он начинает поправлять костюм, поправлять одежду. Жесты его носят суетливый характер. Это неосознанное отражение неуверенности. Если человек неосознанно пытается что-то навязать вам, то его неконтролируемые, экспрессивные жесты будут носить вот такой характер. Если ваш собеседник использует эти жесты, знайте, он пытается что-то навязать вам. Жесты, направленные на контроль над ситуацией. Жесты, направленные на захват влияния собеседника, на захват доминирующих позиций в переговорах, носят следующий характер. Первое. Жест самопрезентации. Когда вы говорите о себе, о своей организации, о своих позициях и взглядах. Я рекомендую вот этот жест. Вслед за своей рукой вы немного подаете вперед корпус. И возвращаетесь в прежнюю позицию, мягко опуская руку. Самопрезентация. После этого жеста ваши слова будут восприниматься как нечто очень важное и очень значимое. Этот жест нужно усилить, сделать его более акцентированным таким образом. Жесты самопрезентации. В процессе переговоров, когда вы говорите, например, «Наша позиция в этом вопросе такова», и излагаете, мягко убедя руку обратно, свою позицию. Эти слова будут восприниматься как символ некой устойчивости, твердости. Как символ некой безапелляционности восприятия. Жесты направлены на подавление собеседника. Если в процессе ведения переговоров вы излагаете свою точку зрения, воспользовавшись паузой, которую совершил ваш собеседник, используйте вот этот жест. Это давящий жест. Жест психологического давления. Из внешней стороны ваша рука скользит во внутреннюю. И одновременно акцентируется, выставляя вперед указательный палец. Дабы размягчить влияние этого жеста, нередко делается другой рукой противоположный жест. Жест открытости. То, что рекомендуют всевозможные специалисты по бодилейнгичу, языку жестов. Презентация открытости. Здесь идет презентация открытости одновременно с давлением. Повторите несколько раз. Запомните этот жест. Запомните его. Он действительно важен. Используя эти движения, вы увидите, насколько внимательно начинает слушать ваши слова собеседник. Насколько серьезно он начинает относиться к тому, что вы говорите. Опять же, в подтверждении своих жестов вы можете немного покивать. Тем самым индуцируя вашего собеседника, который через какое-то время тоже начнет кивать вам. А кивать и возражать, поверьте, очень сложно. Для этого нужна специальная психологическая подготовка, чтобы кивать и возражать, не соглашаться. Точно так же, неожиданно появившаяся на лице легкая улыбка, безусловно, вызывает ответное стремление улыбнуться. Ваш собеседник может сдержать эту улыбку, но уже появление этого стремления, безусловно, дает вам целый ряд психологических преимуществ. Следующая группа жестов останавливающих. Когда вы останавливаете психическую активность вашего собеседника, вы что-то говорите, останавливая психическую активность. Например, продолжайте, пожалуйста, я вас слушаю. Вы очень интересно говорили. Вы затронули ряд очень важных моментов. А вот это движение «И всё, хватит, закончили» означает этот жест. Следующая группа. Рука, совершившая небольшое движение в горизонтальной плоскости. Смысловая нагрузка этого жеста. А теперь подведем итог. Если ваш собеседник продолжает говорить, затягивая переговоры, вот этим жестом вы можете заставить его сказать эти слова. А теперь подведем итог. Таким образом, инициатором совершения переговоров будете являться вы. Как только вы перехватили инициативу, автоматически вы начали оказывать влияние на собеседника. С момента перехвата вами инициативы. Следующий момент. Если в процессе увлеченности вашего собеседника собственной речью вы внимательно зафиксировали взгляд ему у глаза, после этого сделали движение к цикерблату часов и, улыбнувшись, сделали знак «продолжать», ваш собеседник почувствует сбой своих программ и, безусловно, окажется под вашим влиянием. С этого момента вы можете мягко проводить свою линию в переговорах. Это не вызовет у вашего собеседника никакого противодействия. Высокоэффективно также использование подручных средств. Например, если вам необходимо подавить вашего собеседника, возьмите какой-нибудь предмет, например, канцелярскую скрепку и, внимательно глядя на собеседника, начинайте ее сминать. Продолжая его очень внимательно слушать. Сминаемая в руках канцелярская скрепка дает вашему собеседнику невербальный сигнал. Причем, периодически, глядя на упрямую глаза собеседника, переводите взгляд на сминаемую канцелярскую скрепку. Кем себя начинает чувствовать ваш собеседник? Правильно. Он начинает себя чувствовать вот этой сминаемой канцелярской скрепкой. Таким образом вы захватываете инициативу в переговорах. Великолепно для этой цели годится листок бумаги. Или салфетка, которую вы начинаете комкать в руке. Креодически просматривая на нее и в глаза собеседнику. Через какое-то время ваш собеседник начнет ощущать себя подавленным. Потому что у него происходит ассоциативная подсознательная связь между им и сминаемой салфеткой. Еще я рекомендую целую группу жестов с использованием посторонних предметов. Например, перед началом переговора. Вы взяли переговоры, вы взяли в руки мобильный телефон. Сказали собеседник по одну минуточку. Я установлю режим этикета. Все. То есть теперь с этого момента телефон не зазвонит. И не прервет вашу беседу какой-нибудь красивой или не очень красивой мелодией. После этого не убирайте далеко телефон, оставьте его здесь. Скажите, к сожалению, у меня может быть очень важный звонок. Поэтому наш разговор прервется на некоторое время. После этого, упомянув в разговоре кого-нибудь из высоких должностных лиц. Или кого-то из очень статусных персон. Вы можете, когда телефон звонит или зажужжит, вы можете сами в процессе беседы открыть телефон, установить какой-нибудь звонок. Зажужжал телефон, замигала лампочка. Вы, улыбнувшись собеседнику, сказали «Извините». Подвинулись. И сделали вид, что вы разговариваете по телефону. Назовите имя той важной персоны, о которой вы только что говорили. Скажите, что вы сейчас на очень важных переговорах. Поэтому созвонитесь с персоной сами через какое-то время. Потому что переговоры действительно очень важные. Вы беседуете действительно с очень важным и интересным человеком. И очень перспективное направление, которое человек вам рекомендовал. Поэтому я перезвоню вам немного позже. «Извините, на чем мы остановились?» «Да-да-да, вот именно вы говорили об этом вопросе». То есть, ваш собеседник почувствует переоценку значимости своих переговоров. Даже сами действительно значимы. Он почувствует легкую переоценку. Характерный невербальный сигнал использования подручных средств. Пример. Если на вас оказывается психологическое давление, его очень легко сбросить и помешать вашему собеседнику, и дальше оказывать на вас психологическое давление. Такие движения. Когда вы вращаете предмет, внимание собеседника, так или иначе, его периферийное, внимание будет рассеиваться и уклоняться от вашей персоны в сторону вращающегося предмета. То есть, вращающийся предмет будет как бы отлетать в сторону все формы психологического давления, оказываемые на вас. При этом вы смотрите в глаза собеседнику, периодически опуская их на вращающийся предмет. Кем себя ощущает ваш собеседник? Правильно. Он ощущает себя вот этим вращающимся по вашей воле предметом. Следующий момент. Вы можете взять предмет, поставить его вертикально, и в процессе беседы слегка наклонять его в свою сторону и возвращать в прежнее положение. Значит, таким образом вы подсознательно воздействуете на человека с тем, чтобы он тянулся к вам. Человек будет ассоциируясь с этим предметом. И вы заметите, что через какое-то время, как только вы перемещаете предмет к себе, человек будет слегка наклоняться к вам. Значит, вы уже достигли своей цели. Вы уже достигли невербального успеха в невербальном психологическом воздействии. Таких техник действительно очень и очень много. Простите. Очень важный звонок. Да, слушаю вас. Да, да. Ну, простите, у меня очень важное мероприятие. У меня очень важная запись. Да, да. Видеотренинга. Да, я вам перезвоню обязательно. Спасибо, до свидания. Итак, дорогие друзья, вернемся к нашему тренингу. Увидели, да, эффект воздействия? Значит, практическое приложение эффекта, описанного выше. Использование методологии, использование невербальных средств, форм и способов психологического воздействия заключается именно в воздействии на подсознание. Не на сознание, не на разум, а именно на подсознание. Если в процессе беседы, в которых участвует существо противоположного пола, вы начнете мягкое подваживание поверхности, имитирующие основные насыпающие движения, это тоже будет воздействием на подсознание. Это воздействие вроде бы не несет в себе никакой информативной нагрузки, но тем не менее является безусловным фактором, растормаживающим подсознание. Если вы используете техники в общении с существами того же пола, что и вы, используйте их более линейно, так, как будто вы что-то размазываете, раскатываете по столу. Это не будет вызывать внутреннее противодействие. Скажем так, многие это будут восприниматься как элемент экспрессивного движения. Но подсознательная интерпретация будет именно такова. Вы сминаете и раскатываете своего собеседника. Существует еще целый ряд приемов и способов невербального психологического воздействия. Один из них – это воздействие, носящее характер доминантского самоутверждения. Доминантность – это очень древний, идущий из глубин первобытного общества свойства. Модель поведения доминанта, будь то павианистада, будь то племя троглодитов, будь то совет директоров крупной кампании, будь то президиум какой-либо политической партии. Механизм один и тот же. Механизм доминации один и тот же. Это как идущая из глубин древности доминация власть лидирующего самца над всеми остальными особями, как самцами, так и самками. Для этой цели берется любой предмет цилиндрической формы, подойдет ручка, но оптимально, если ручка будет большого диаметра или маркера. И беседуя с вашими партнерами на переговорах, вы начинаете делать вот такие движения, направив на них ручку, начинаете делать вот такие движения. Какие возникают ассоциативные связи? Абсолютно правильно. Именно такие ассоциативные связи и возникают. Но это идет на подсознательный уровень. На сознательном уровне это воспринимается как задумчивость, как механически экспрессивные движения. Но подсознательный уровень воспринимается, теперь с этого момента вы начинаете восприниматься как доминантный самец, как лидер, как управляющий, как контролирующий ситуацию. Просто в процессе переговоров возьмите ручку или маркер, сделав какие-то пометки, продолжайте беседовать, не убирая маркер или ручку, и сделайте несколько вот таких движений. Причем эти движения будут подавлять вашего собеседника. Он сам толком не будет понимать, почему они происходят, но они будут подчинять его волю вашей. Точно так же можно повернуть этот примет, если кто-то из возражающих вам находится сбоку от вас, и сделать несколько таких же движений. Человек начинает ощущать дискомфорт и неуверенность. Если это существо того же пола, что и вы, будет ощущать дискомфорт и неуверенность, и ваше превосходство, ваше лидерство, вашу доминацию. Если это существо противоположного пола, то помимо всех этих качеств, будет еще испытывать элементы эротического возбужденного состояния, которое тем более будет сбивать рациональный логический ход мыслей. Используйте всевозможные подручные средства. Используйте их как способ управления ситуацией. Например, несколько раз открыв и закрыв телефон, вы как бы отмахиваетесь от собеседника. Вы не делайте ему вот такой жест, уходи. Но вот такое движение как раз и будет аллегорией, ассоциативной аллегорией этого жеста, ассоциативной аллегорией этого движения. Таких действий на самом деле очень много. Мы с вами можем разобрать только несколько наиболее основных произведений. В процессе беседы, задумавшись, вы можете свернуть в трубочку листок бумаги, на котором вы что-то писали. Взвешивая, особенно если в этот момент вы что-то говорите, это не будет воспринято как негативный фактор. Это будет воспринято как фактор совершенно нейтральный. После этого, глядя прямо в глаза собеседника, вы можете согнуть этот листок, согнуть его в другую сторону, продолжая при этом что-то говорить. Вы вызываете подавленность и подчинение. Вы можете использовать этот предмет, направив его на собеседника, одновременно создавая в нем дискомфортное состояние. Ассоциация цилиндрического предмета с фаллическим символом, подсознательная, безусловно приводит к тому, что любой человек, попав под действие этой группы жестов, группы движений, оказывается подавленным и вне критичности. Почему очень многих людей, даже людей общественных, людей публичных, нередко испытывают дискомфорт, когда к ним с микрофоном приближается журналист? Потому что в данный момент микрофон интерпретируется как фаллический символ, направленный на собеседника. Значит, использование фаллического символа, направленного на собеседника, безусловно, дает целый ряд преимуществ. Например, управлять ходом переговоров можно, задавая определенный ритм. То есть, например, вы начинаете постукивать ручки по столу. А затем меняете ритм. И перестаете постукивать ручки по столу. Значит, в процессе ваших подобных манипуляций мышление вашего собеседника замедляется. То есть, вы выбираете определенный ритм, соответствующий его психическим процессам. Если ваш собеседник взвенчан и возбужден, вы можете взять очень большую частоту этих действий. Затем постепенно замедляя их. Вы замедлите ход мышления своего собеседника. Вы снизите скорость его процессов, его мышления. Или наоборот. Если вам нужно разогнать вашего собеседника, нужно, чтобы он был немножечко вышел из равновесия, проявил какие-то эмоции, начал говорить более быстро, стал менее устойчив, начните ускорять этот ритм. И тогда ваш собеседник начнет разгоняться и ускоряться. Великолепно использовать для этой цели четкий. Четкий предмет, скажем так, достаточно распространенный от римут. Но скорость, с которой вы перемещаете четки, будет управлением вашей беседы. Скорость может быть отражением вашего состояния. То есть, если вы взволнованы, вы начинаете быстрее двигать четки. Если вы находитесь в спокойном состоянии, то медленнее. Но вы и сами можете управлять ходом беседы, ходом общения, используя эти предметы. Видите, искусственное замедление. Значит, соответственно, замедляется все, кто попадает под действие этой манипуляции. Или наоборот, ускорение. То есть, вы начинаете очень быстро двигать четки. То есть, автоматически вы разгоняете беседу, ускоряете ее. Таких атрибутов и предметов может быть достаточно много. Это может быть кистевой эспандер, который вы сжимаете. Это может быть ручка, которую вы что-то рисуете или пишете. Начали с медленных, плавных движений, а потом ускорились. Или наоборот, начали с резких ускоренных движений, а потом замедлили их. Таким образом, вы невербально управляете скоростью восприятия вашим собеседником информации. И скоростью подачи вам этой информации. Существует также масса приемов, невербальных приемов психологической защиты. Защиты от воздействий. Потому что нередко психологическое воздействие является неявным. И мы даже не можем его, не всегда можем его идентифицировать. Не всегда можем систематизировать эти воздействия. Невербальная защита от воздействий заключается в следующем. Значит, первая модель, первая форма. Сцепите руки. Вот таким образом. Завернув пальцы в обувь. И вы увидите, насколько менее внимательно вы начинаете слушать. Вы увидите, насколько все попытки повлиять на вас будут разбиваться об вот этот простой, и в то же время очень специфичный жест. Настойно очень специфичное движение. Я бы порекомендовал еще одну формулу. Падающий свет отражается в циферблате часов. Наводите их на собеседника. Желательно старайтесь попасть под правый глаз. Чем чаще вы будете попадать в глаз собеседника блестящим отражением, отраженным в циферблате цветом, тем сильнее вы защищаетесь от попыток манипулировать вами. Даже если это не так заметно, тем не менее, это все равно имеет смысловую нагрузку. Даже вот то действие, даже если свет недостаточно силен, он не отражается, он не попадает, тем не менее, все равно вот это воздействие оказывается на собеседника. Используйте все невербальные приемы и способы, какие только возможны. Например, мягкие жесты, ведущие вниз, стабилизируют вашу психику, снижают активность вашего собеседника. Жесты, отгораживающие вас от собеседника, в отличие от жеста самопрезентации, раскрывающего вас собеседнику, жесты, отгораживающие вас от собеседника. Вы воздвигаете между собой и собеседником любые преграды. Уложите что-нибудь на стол, что будет разделять вас и вашего собеседника. Все предметы, которые будут находиться, чем больше предметы будут находиться между вами, тем больше вы защищены от манипуляций. Чем больше предметов будет находиться между вами, тем больше вы защищены, тем в большей степени вы находитесь вне влияния собеседника. Таких приемов на самом деле очень-очень много. Рассмотреть их все в кратком курсе достаточно сложно, но основные примеры, основные приемы, основные способы можно освоить буквально за час. И этого будет вполне достаточно, чтобы противостоять любому психологическому давлению, чтобы противостоять любому психологическому воздействию. Более того, чтобы самому успешно и высокоэффективно оказывать то же самое психологическое давление, самому оказывать то же самое психологическое воздействие. Это не значит, что наш видеотренинг закончен. Это значит лишь то, что я иллюстрирую вам приемы невербального психологического давления. Их немного, и они действительно просты. Самые эффективные, самые удачные приемы, собранные вместе. В любых переговорах вы всегда должны помнить самую главную внутреннюю установку. Вы доминант. Вы лидер. Вы контролируете ситуацию. Успешный контроль над ситуацией начинается с того момента, когда вы дали себе эту установку. Ситуацию контролирую я. Не кто-то другой, находящийся рядом. Не кто-то третий. А именно вы контролируете ситуацию. С того момента, как вы в это поверите, это станет для вас истиной. Вот тогда и придет черед эффективного применения всех вербальных и невербальных техник психологического воздействия. Существует целый ряд методик скрытых психологических ловушек, смысловых позиций, смысловых ям, которыми также можно великолепно и блестяще склонять переговоры в свою сторону, переводить их в то русло, которое будет удобно вам. Я желаю вам, дорогие друзья, успешного освоения техник психологического воздействия, успехов на любых, самых сложных, самых трудных переговорах. Я желаю вам успеха. Помните, техники психологического воздействия будут немалой опорой вашей на пути к успеху. Всего вам доброго. До свидания.